Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Всего полтора месяца назад в нашем городе прошли выборы мэра, и вы наверняка помните, как красноречиво Собянин рассказывал о своей заботе о москвичах. Все в нашем городе делается ради людей, только вашими интересами живет городоначальник. Города должны развиваться ради их жителей, ради человека, и все, что происходит в городе, должно окружать человека комфортом, заботой, чтобы это был любимый город, любимый не только самим жителям, но и чтобы город любил человека, чтобы эта любовь была взаимной. Ну вот выборы прошли, можно стереть с лица фальшивую улыбку и заняться привычным делом. Распиливать бюджет и присваивать дорогую московскую землю. Ну а предвыборные обещания, кто ж о них теперь вспомнит? Сейчас я нахожусь в московских храменках. Как и во многих других районах столицы, здесь большие проблемы с социальной инфраструктурой. Население 140 тысяч человек, и с каждым годом людей становится все больше. При этом на весь огромный район ни одной больницы, ни одного бассейна, и только одна единственная поликлиника. Еще перед прошлыми выборами в 2013 году Собянин обещал жителям открыть на территории района вот здесь, парк Мичуринские сады. Пора вернуть раменкам статус одного из самых зеленых районов города, говорил он. Но как это часто бывает, предвыборное обещание городоначальник забыл сразу после выборов. Сегодня даже упоминание об этой инициативе удалено с сайта Собянина. Можете убедиться сами. В итоге на месте, где должен был появиться уютный и зеленый сад, вырос огромный элитный банкетный зал Орион Холл. И для жителей это стало сюрпризом, потому что ничего подобного проект, утвержденный на общественных слушаниях, не предусматривал. А задачи на их горожане начали задавать вопросы. А что это вообще за махина выросла у нас в районе? Ну а владельцы банкетного зала времени зря не теряли. Они захватили практически всю прилегающую территорию. Более трех тысяч квадратных метров почвы и 240 квадратных метров тротуара. Раньше здесь везде была трава и кустарники. Но владельцы банкетного зала самовольно замостили всю эту территорию плиткой. И департамент природопользования оценил ущерб экологии в миллион восемьсот тысяч рублей. Однако хозяева заведения оплачивать штраф совершенно не спешат. Здесь должны были быть Мичуринские сады. Здесь могли гулять жители Раменок. Вместо этого организована парковка для вип-клиентов банкетного зала, чтобы чиновники, олигархи, которые красиво отдыхают и развлекаются, могли беспрепятственно оставлять свои машины. Из-за территории, у которой огородили владельцы банкетного зала, жители района теперь вынуждены делать значительный круг, чтобы добраться до метро. А теперь, внимание, эта территория, захваченная владельцами коммерческого здания, до сих пор юридически является территорией общего пользования, что подтвердила прокуратура. Абсолютно наглый произвол. Но есть и хорошая новость. Год назад жители Раменок избрали нормальных независимых депутатов. Это вам не единая Россия, которая отстаивает интересы чиновников. Депутаты начали всерьез бороться за права жителей. Несмотря на то, что интересы жителей района нарушены, и это признала и прокуратура, и госинспекция по недвижимости, мэрия продолжает отстаивать интересы фактически коммерсантов. Время идет, а садов все нет. Зато мы видим вот этот банкетный зал, который используется для частных увеселительных мероприятий. Все необходимые юридические основания для восстановления прохода есть. Но исполнительная власть бездействует. Вопрос к Сергею Семеновичу. Все-таки будут у нас здесь мичуринские сады, или эта территория фактически по кусочкам разойдется коммерсантам, аффилированным с мэрией? Казалось бы, в чем проблема? Незаконный захват территории подтвержден прокуратурой, и земля должна быть возвращена в общее пользование, благоустроена и засажена деревьями. Но, может быть, Сергей Собянин не в курсе? Может быть, ему не доложили? На самом деле все просто. Владельцем данного банкетного зала является коммерческая фирма «Стена», которая принадлежит, кому бы вы думали, Александру Колокольцеву. Все верно. Сыну министра внутренних дел России. Вот вам и ответ на вопрос, почему коммерсанты ведут себя так нагло, плюют на мнение жителей, а мэрия поджимает хвост и даже не смеет перечить. Сергей Собянин обещал, что здесь будет чудесный сад. Вместо этого обслуживает министерского сыночка и помогает ему набивать карманы. Не хотите ли, Сергей Семенович, приехать и посмотреть в глаза жителям Рамена, которых вы кормили обещаниями и которых вы просто банально обманули? Знаю, не хотите. Зато сможете день рождения в этом банкетном зале отметить со скидкой. Правда? Жизнь красивая, как прянец, сладкая, как пересковый мед. Жизнь, как призрачный титаниц, крупская, как серебристый лед. Жизнь в раю под бой курантов, в золоте церковных куполов. Под защитой ангелов-мутантов, Бойцов-вооруженных до ступов. Друзья, благодаря этому каналу вы видите, какой произвол творится в Москве и как мы пытаемся ему противостоять. Хотите помочь? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео и распространяйте его в своих социальных сетях. Мы победим!